Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о ветромобилях, которые ездят по ветру со скоростью быстрее скорости этого ветра. Но некоторым людям кажется, что ничего удивительного в этом нет, главное трансмиссию правильную поставить, а другие люди сомневаются, говорят, что возможно, что такое движение нарушает какие-то физические законы и поэтому здесь какая-то ошибка этого движения не может существовать. Ну и конечно в этой ситуации споров практика будет лучшим критерием истины и не обязательно строить большие натурные машины, можно построить модель и с этой моделью экспериментировать, но пожалуй самым ярким и убеждающим является опыт с движущейся дорожкой, на которую ставится модель ветромобиля, дорожка раскручивает колеса, колеса приводят в движение пропеллер и если такая модель поедет вперед, то это и означает, что в системе дорожки она едет быстрее скорости ветра. И давайте на такой опыт посмотрим. В интернете есть какое-то количество видео с такими испытаниями и вот этот понравившийся нам фрагмент мы позаимствовали на канале Мюст 671. Модель устанавливается на дорожку, дорожка раскручивает колеса, колеса приводят в движение пропеллер и модель устремляется вперед против течения дорожки, а это означает, что в системе отчета дорожки она едет по ветру быстрее скорости ветра. Так что сомнения снимаются, такое движение действительно возможно, но все-таки сами сомнения были связаны с законом сохранения энергии и нам нужно разобраться с этим вопросом и теоретически. А теперь я буду рассуждать и это будет жестоко, но начало будет простым. Пусть дорожка движется со скоростью v. Колеса у машины вращаются, это вращение по трансмиссии передается на винт, винт вращается тоже и отбрасывает неподвижный воздух назад со скоростью u. Теперь надо поговорить про силы. Значит, чтобы отбрасывать воздух надо совершать работу и эта работа берется за счет того, что дорожка вращает колесо. Значит, и силу, с которой она давит на колесо, мы обозначим через f1. Ну, соответственно, значит, на воздух, который отбрасывается, тоже действует некая сила. И по третьему закону Ньютона, с какой силой пропеллер давит на воздух, с той силой воздух давит на пропеллер. Значит, вот эту силу я теперь сюда изображу и обозначу ее f2. Значит, если машина сейчас неподвижна в нашей системе отсчета, то действующие на нее силы в сумме должны быть равны нулю, поэтому f1 равняется f2. Но кроме баланса сил нам еще нужен баланс мощностей. Значит, какая мощность закачивается дорожкой в колесо? Ну, это произведение силы f1 на скорость v. Ну, понятное дело, что КПД реальной системы далеко не равен единице, часть этой мощности теряется. Но давайте сначала опять же рассмотрим идеализированный случай, когда вся эта мощность идет на отбрасывание воздуха. Ну, тогда в воздух вкладывается мощность f2 умножить на u. И мы имеем вот такой баланс. Но если тележка стоит неподвижно, это значит, что f1 равняется f2. И при таких условиях скорость вылетающего воздуха за пропеллером должна быть равна скорости дорожки. В этом смысле воздух относительно дорожки там за пропеллером оказывается неподвижным. А теперь от идеализированного случая мы перейдем к реальному. Значит, у нас часть этой мощности теряется в механизме. Ну, и в винте она тоже, по-видимому, теряется. Ну, и поэтому нам нужно ввести кпд, вот я его обозначу буквой это и напишу в левую часть. Значит, вот такая часть мощности теперь передается туда, на воздух. Ну, и поскольку машина неподвижна сейчас в нашей системе отсчета, f1 все также равно f2, но тогда получается, что чем меньше кпд с этой стороны, тем меньше будет скорость у. С правой стороны, тем с меньшей скоростью надо отбрасывать воздух. Ну, это как-то удивительно, и кажется, что это противоречит всякому здравому смыслу. Но, тем не менее, наше рассуждение нас к этому приводит. А теперь настало время перейти в систему отсчета дорожки. Ну, или что то же самое, в систему отсчета пустыни, земли, по которой едет реальный ветромобиль. И пусть он едет сейчас со скоростью ветра. Значит, ветромобиль движется со скоростью v, и вся масса воздуха вокруг него тоже движется со скоростью v. А что у нас делает пропеллер? Он забирает вот эти части воздуха, и бросает их назад в своей системе отсчета. А это означает, что в системе отсчета пустыни он их просто останавливает. И здесь за ветромобилем остается такой неподвижный воздушный след. Ну, если у нас кпд, как мы рассуждали раньше, равен единице. Ну, тогда смотрите, что получается. Давайте теперь про энергии говорить, или про мощности. Земля неподвижна, и теперь у нас нет энергетического взаимодействия автомобиля с Землей. Поток мощности между ними равен нулю. Про это у нас, между прочим, была селия роликов, которая называлась парадокс кинетической энергии. И я думаю, что самое время будет к этим роликам вернуться, если мы хотим понять, что происходит здесь, и их пересмотреть. Значит, энергетического взаимодействия, потока мощности здесь нет. Ну, тогда получается, что вот у этого воздуха, который двигался впереди автомобиля, была какая-то кинетическая энергия. Винт берет и останавливает этот воздух. Ну, тогда куда девается эта энергия? Мы только что сказали, что мы допустили, что кпд установки равен единице. Это значит никаких потерь энергии в самой системе, там, в трансмиссиях, в механике нет. И кпд винта равен единице, все отлично. Но тогда получается, что мы забрались в какой-то тупик в нашем рассуждении, потому что мы не понимаем, как тут должны сходиться энергетические балансы. И вот смотрите, что я хочу сказать в этом месте. Мы с Алексеем на самом деле не понимаем. Вот мы сюда добрались, и сегодня пару часов обсуждали, но, в общем, так и барахтуемся. Хотя у нас появились какие-то предположения, но уверенности в них нет. И вот кто-то может сказать, а чего они тогда лезут и нам об этом рассказывают? Вот если бы они все поняли, разложили по полочкам и донесли до нас это знание, были бы молодцы, а так, ну, ерундой какой-то занимаются. Но я скажу вам здесь следующее. Вот если мы имеем дело с мышлением, то мы неминуемо должны видеть и тупики, в которые эти мышления заходят, и как оно, как бы, как оно их преодолевает, что при этом следует сделать, чтобы их преодолеть. Ну, я бы сказал так, вот есть то, что мы знаем, и в чем мы уверены, и есть то, в чем мы, что мы точно не знаем. Но хуже всего то, что мы можем не знать границу между тем, что мы знаем, и тем, чего мы не знаем. Тогда мы будем барахтаться в этом месте, как на болоте, и то знаемое принимать за незнаемое, то наоборот, не знать и думать, что мы что-то знаем. Вот нам нужно в этом месте разбираться. Ну и вообще хочется, чтобы те из вас, кому на самом деле интересна эта проблема, разбирались тоже, хотя это потребует больших усилий. Ну, как, опять же, я смотрю, вот у нас были какие-то посылки в рассуждении, и были дальнейшие рассуждения, которые основывались на этих посылках. Если мы залезли в парадоксальную ситуацию, может быть, посылки были неправильными, и надо их исправлять. А может быть, в рассуждении есть косяки. Но вроде бы в самом рассуждении мы все время опирались на законы физики. Может быть, все дело все-таки в посылках? Может быть, но я в этом сейчас не уверен. Надо двигаться дальше. Ну, и я думаю, что мы тем самым не заканчиваем эту эпопею, а только попадаем в сам ее центр, наконец-то, движемся вместе с вами. И поэтому все, что вы об этом безобразии думаете, вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе.